Поговорите об одной теме, и мы начнем с нетяжелого упражнения, пожалуйста, достаньте все свои телефоны, и покажите их, все помашите телефонами, и у всех есть телефон. Так, оставьте их наверху, и у кого есть телефон еще с клавишами или с кнопками, то оставьте свою руку вверху. У кого есть еще телефон с кнопками, один, два, аплодисменты. Если бы мы сделали это упражнение, 20 лет назад, то каждый бы оставил свою руку наверху, потому что 20 лет назад еще у каждого телефона были кнопки. И я обучался юриспруденцией, и наш профессор говорил, если ты закончишь, тогда ты попадешь в контору, и тогда тебе выдадут телефон BlackBerry. Кто помнит еще такие телефоны? Это были такие телефоны, и у них было множество кнопок. И он сказал, ты получишь BlackBerry, и получишь машину фирменную. Но не радуйся слишком рано. Потому что этот BlackBerry и эта машина, они для того и есть, чтобы твой шеф мог в воскресенье тебе позвонить и сказать, приезжай на фирму. И поэтому у тебя есть эта машина. И BlackBerry был очень популярный, и все хотели его иметь. Я думаю, они стоили примерно 1000 евро тогда. Если сравнить с сегодняшними деньгами, это, наверное, где-то 2000 евро. У кого сегодня есть телефон BlackBerry? Ни у кого. И что мы видим? Те, которые изобрели этот телефон, они сказали, когда появились дисплеи, где можно все трогать пальцем, они сказали, это никогда не войдет в массы. У тебя постоянно есть отпечатки пальцев на телефоне. Людям это не понравится. И они были неправы. И так как они не развивались дальше, их сегодня не существует. У кого есть еще телефон Nokia? Да, это были эти телефоны, ими можно было забивать гвозди, можно было использовать под дверью, как-то как стопы. Или, например, подложить, чтобы не закрылось окно. Очень стабильный. Очень стабильный. Где Nokia сегодня? Я уже давно не видел никого с телефоном Nokia. И интересно то, что Nokia началась с резиновых сапог. Да, там они sich weiterentwickelt, потом они развивались дальше, начали разрабатывать телефоны, и они пропустили эту моду на смартфоны. И чему мы можем научиться из этого? Если ты не развиваешься дальше, тогда ты умираешь. Тогда ты умираешь. Да, это для всех. И это касается всего. Да, все клетки твоего мозга, которыми ты не пользуешься, скажи это своему соседу. Используй клетки своего головного мозга, иначе они отомрут. И человеческий организм очень эффективен. Все, чем ты не пользуешься, оно просто отмирает. Мускулы, которыми ты не пользуешься, они отмирают. И клетки головного мозга, которыми ты не пользуешься, они также отмирают. Это значит, если ты не развиваешься дальше, тогда ты умираешь. Так Бог создал этот мир. Поэтому в Библии написано, это первая заповедь, которую Бог дает людям, будьте, плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и размножайтесь. Это значит, рост, развитие дальше, умножение. Если мы этого не делаем, тогда мы умираем. И духовно. И сегодня эта тема пойдет об этом, если мы не научимся меняться, тогда мы умираем. И поэтому сегодняшняя тема, старое прошло. точка, да, старое прошло. Да, и, знаете, некоторые говорят, я же меняюсь, и я развиваюсь дальше. Но проблема в том, что ты развиваешься так медленно, что ты не успеваешь. Например, представь себе, ты экономишь деньги и у тебя есть для этого специального конта и ты получаешь 1,5% начисления, потому что банк такой, так, щедрый. Реченавгабе, как много денег ты имеешь в конце года? Ничего. У тебя будет еще меньше денег в конце года. Почему? Потому что инфляция 2%. И поэтому твои деньги теряют в ценности на 2%. Но у тебя процент всего лишь 1,5%. Это значит, разница 0,5%. Это значит, чтобы действительно сэкономить, тебе нужно быть быстрее, чем инфляция. И если ты хочешь меняться в жизни, тогда тебе нужно быть быстрее, чем твое окружение. И для всего есть свое время. Когда рождается лошадь, сколько нужно лошадь научиться, чтобы бегать? Кто знает? Стоит sofort auf. Да, они встают сразу. Несколько минут, и лошадь начинает бегать. Почему? Потому что в природе, если лошадь не начнет сразу бегать, ее кто-то сожрет. Очень просто. Очень просто. А человек начинает ходить примерно в один год. Ein год нам нужно для этого. Есть время жениться, Zeit, Kinder zu kriegen, рождать детей. Да, есть биологические часы. И если мы будем меняться слишком медленно, мы не успеем. Как ты можешь распознать, что ты развиваешься слишком медленно? Einfache Frage. Простой вопрос. Hast du immer noch dasselbe problem, wie vor drei Jahren? Если у тебя такая же проблема, как и три года назад. Hast du immer noch die gleichen проблемы, wie vor drei Jahren? У тебя такие же проблемы, как три года назад. Streitet ihr euch in der Ehe immer noch über dieselben Dinge, und das schon seit drei Jahren? Ssorитесь ли вы в браке о тех же проблемах, как и три года назад? Hast du immer noch? Kämpst du immer noch mit derselben versuchung seit Jahren? Ja, und wenn du sagst «Ja, ist bei mir so?» И если ты говоришь «Да, у меня это так», damit es Zeit, sich zu verändern. Тогда настало время меняться. Es wird Zeit, sich weiterzuentwickeln. Настало время развиваться дальше. Auf ein neues Level zu kommen. Выходить на новый уровень. Amen? Amen. Sag das zu deinem Nachbarn. Es wird Zeit, auf ein neues Level zu kommen. Скажи своему соседу «Настало время выйти на новый уровень». Es ist Zeit, sich zu verändern. Настало время меняться. Und deshalb frage ich auch wie lange willst du diesen Problem noch mit dir rumtragen? Hörtlich du diese Problem noch mit dir rumtragen? Wie lange willst du diesen Problem behalten? Wie lange willst du diesen Problem behalten? Und Jesus bietet dir an. Jesus sagt, komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Jesus sagt, придите ко мне, все обремененные. Und was machen wir? А что делаем мы? Ich bin zwar mühselig und beladen, да, я обременен, aber ich trage das lieber selber. Ну, я лучше буду носить это сам. Ich mag das so sehr. Мне das так нравится. Meine alten Probleme, meine alten Süchte, meine какие-то starые зависимости, ja, das macht mich aus, das ist ein Teil von mir. Das möchte ich nicht abgeben. Und ich möchte das никому давать. Das möchte ich behalten. Ich möchte das оставить bei себе. Und häufig es gibt so einen Spruch, den ich immer wieder sage. Es gibt so ein Spruch, das ich immer wieder sage. Alle Menschen wollen die Welt verändern. Все люди хотят помenять этот мир. Niemand sich selbst. Но никто nicht möchte sich verändern. Und man redet immer mit den Menschen, ja, hier, Wirtschaft ist schlecht. Und du sagst mit den Menschen, ja, die Wirtschaft ist schlecht. Ja, die Wirtschaft ist schlecht. Arbeitgeber ist schlecht. Und der Arbeitgeber ist schlecht. Ja, die Kunden sind schlecht. Oder die покупатели плохие. Alles läuft schlecht drumherum. Und die Gesetze sind schuld. Oder die законы wиноваты. Ja, man muss die Gesetze ändern. Nужно помenять законы. Umwelt ist sogar schlecht, wie die ganzen Grünen sagen. Alles, Klima ist schlecht. Klima ist schlecht. Arbeitskollegen sind doof. Oder die Kollegen bei Arbeit sind плохие. Der Lehrer, also wenn Schüler schlechte Noten haben, ist immer der Lehrer schuld. A если ученики получают плохие оценки, они всегда говорят, что wиновat учитель. Ne, Schüler, ich hab doch recht, ne? Ja, ученики, ja, правда? Immer der Lehrer schuld. Всегда wиновat учитель. Das ist ein schlechter Lehrer. Это плохой учитель. Ja, und wenn man zu wenig Gehalt bekommt, ist natürlich der Chef schuld. Если у тебя маленькая зарплата, конечно, wиновat Chef. Es sind immer die Umstände schuld. Und wir Menschen wollen immer alles um uns herum ändern. Und wir, Leute, хотieren alles um uns herum aber nicht uns selbst. Aber deine Realität wird sich erst ändern, aber deine Realität wird sich erst ändern, wenn du dich änderst. Deine Umstände werden sich erst ändern, wenn du dich änderst. Amin. Amin. Ja, und deshalb, hör auf zu sagen, mir geht es den Umständen entsprechend. U meine дела, ну, соответственно, обстоятельства. Deutsche antworten häufig, wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Ну, соответствуют обстоятельства. Das heißt, du bist ein Opfer deiner Umstände. Это означает, что du schuld der Umstände. Schlechte Umstände. плохие обстоятельства. Schlechte Laune. Pлохое настроение. Was sehen wir in der Bibel? Что мы видим in der Bibel? Paulus kommt ins Gefängnis. Павel приходit in die Türen. Schlechte Umstände. Там плохие обстоятельства. Was macht er? Что делает er? Singen. Он поет. Lobpreis. Präsent. Beten. Er hat gute Laune. Und was ändert sich? Und was ändert sich? Und was ändert sich? Die Umstände. Obstodienste. Nichts wird sich in einem Leben verändern, wenn du dich nicht veränderst. Ничего не поменяется в твоей жизни, если не будешь меняться ты. Und deshalb schreibt Paulus in Philippa Kapitel 3, Vers 13. 3, Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Brathe, ich vergesse, was da hinten ist. Paulus sagt, ich lasse das Alte hinter mir. Ich lasse die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ich lasse die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und strecke mich aus nach vorne. Und strecke mich aus nach vorne. Und was machen wir? No, was machen wir? Stell dir vor, mir fällt gerade kein Witz ein, aber irgendwann, habt ihr mal einen guten Witz gehört? No, mir jetzt nicht приходit никак eine Schmerz. Aber wenn ihr den Witz ein zweites Mal hört, lacht ihr dann genauso gut? Und wenn ihr den Witz ein drittes Mal hört? Oder kennt ihr die Leute, die den gleichen Witz immer fünfmal erzählen? Oder, знаете, es gibt die Leute, die die gleiche Witz immer fünfmal erzählen? Und sie erwarten, dass die Leute immer wieder lachen? Und sie erwarten, dass die Leute immer wieder lachen? Aber irgendwann denken sich alle, pfff. Aber irgendwann denken sich alle, pfff. Der Witz ist alt. Ja, die Schutze ist alt. Erzähl mal was Neues. Raskажи was Neues. Und was machen wir Menschen mit unserer Vergangenheit? Genau das Gleiche. Wir erzählen immer wieder die gleiche traurige Geschichte. Und erwarten, dass die Leute immer wieder ooooh machen. Und dann erzählst du das immer wieder. immer wieder. Und dann erzählst du das immer wieder. Und dann erzählst du das immer wieder. Und dann erzählst du das immer wieder. Aber das ist wie mit Essen. Wenn du das immer wieder warm machst in der Mikrowelle, wird es nicht besser. Und du wärmst immer wieder die alten Geschichten auf. Und du wärmst immer wieder die alten Beleidigungen und die alten Wunden und die alten Wunden und ich hatte eine schwierige Kindheit. Oh, mir war eine schwierige Kindheit. Ihr versteht mich alle nicht. Ihr versteht mich alle nicht. Dein Leben ist ja leicht. Aber deine Welt ist ja leicht. Aber deine Welt ist ja leicht. Mein Leben ist schwer. Aber meine Welt ist ja schwer. Den Menschen, denen es schlecht geht, die sind immer sehr besonders. Die sind immer sehr besonders. Das schon gemerkt? Sehr besonders. Du verstehst meine Situation nicht. Bei mir ist das besonders. Alle haben studiert wie normalen Studenten. Aber bei mir ist das besonders schwer. Aber bei mir ist das besonders schwer. Alle Menschen stehen morgens früh auf. Aber für mich früh aufstehen ist besonders schwer. Aber für mich früh aufstehen ist besonders schwer. Alle hatten eine schwierige Kindheit. Meine Kindheit war besonders schwer. Aber mein Kind war besonders schwer. Und ich möchte dir sagen, so besonders bist du nicht. Ich möchte dir sagen, nicht so besonders bist du nicht. Und Paulus sagt, hör auf auf deine besonderen Schwierigkeiten zu schauen. Und er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Und er sagt, ich strecke mich aus nach vorne. Und heute ist der Tag gekommen, wo du anfangen sollst nach vorne zu schauen. Und heute ist der Tag gekommen, wo du anfangen sollst nach vorne zu schauen. Wo du aufhörst die alten beleidigungen rauszukramm. Und du anfangen sollst nach vorne zu entwickeln. Und du anfangen sollst nach vorne zu entwickeln. Und du anfangen sollst nach vorne zu entwickeln. Und deshalb zum Mitschreiben, wer mitschreibt. Und deswegen, wenn du aufhörst, hör auf zu sagen. Ich bin halt so. Ich bin halt so. Dazu lesen wir Epheser 4. Und jetzt wir откроhen местописание. Das ist Epheser 4, 4. Ich habe mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Ich habe das nicht ausgedacht. Epheser 4. Посlание к Epheser 4. Vers 22. 22. Dass ihr, was den frühen Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hier sehen wir eine ganz klare Linie. Und hier sehen wir eine четige Linie. Es gibt den alten Menschen und es gibt den neuen Menschen. Und es gibt den neuen Menschen. Und Paulus sagt, den alten Menschen müsst ihr ablegen. Und den neuen Menschen anziehen. Und warum nimmt er das Beispiel von Kleidung? Warum benutzt er das Wort anziehen? Warum benutzt er das Wort anziehen? Ganz einfach. Очень einfach. Und wenn du morgens aufstehst, wenn du morgens aufstehst, ziehst du dich immer wieder an. Du immer wieder anziehen. Und abends ziehst du die Sachen wieder aus. Und am nächsten Morgen ziehst du die Sachen wieder an. Und am nächsten Morgen ziehst du die Sachen wieder an. So, was heißt das? Das heißt, wenn Paulus sagt, zieh den neuen Menschen an, dann musst du jeden Morgen den neuen Menschen anziehen. Тогда тебе нужно каждое утро одевать нового человека. Das ist nicht einmal getan. Und das ist nicht einmal getan. Wir sind ja keine Amerikaner, die in den gleichen Klamotten schlafen gehen. Wir sind ja keine Amerikaner, Wir sind ja keine Amerikaner, die in den gleichen Klamotten schlafen gehen. Sondern wir ziehen die Sachen aus und am nächsten Morgen wieder an. Wir sind ja keine Amerikaner, die in den gleichen Klamotten schlafen gehen. Ne? Also, das ist halt so eine Amerikaner, dass sie dann in den Schuhen sogar schlafen gehen. Ja, das ist ja eine Amerikaner, dass sie dann in den Schuhen sogar schlafen gehen. Ich war einmal in Amerika, da waren wir in so einem Haus. Ich war einmal in Amerika, wir waren in so einem Haus. Und da ist überall Teppich. Und da ist überall Teppich. Und die ziehen dort ihre Schuhe, in der Regel nicht aus. Und dann waren wir da zu Besuch. Und automatisch ziehen wir halt unsere Schuhe aus. Und die Gastgeberin so, oh, das müsst ihr nicht machen, das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt in Schuhen bleiben. Ja, das war für mich so wild, auf dem Teppich mit Schuhen. Ja, und dann habe ich verstanden, das ist bei denen so drin, die laufen überall mit Schuhen rum. Und ich понял, dass es bei denen so drin ist, dass sie überall mit Schuhen rumlaufen. Aber wenn du deine Schuhe ausziehst, ziehst du sie am nächsten Tag wieder an, und deshalb sagt Paulus, sieh den neuen Menschen an. A den neuen Menschen an. Jeden Tag neu. Es reicht nicht einmal, das gemacht zu haben. Niedeстаточно сделать das ein Mal. Sondern immer wieder. Sнова und снова. Immer wieder. Sнова und снова. Hier steht ja in Vers 23. Hier wird erneuert. Das, was ist das? Was ist das? Fünfklässler. Englisch. Kennt ihr dieses present things? Wie heißt das? Wie heißt das? Was heißt das? Present progressive. Zwar kein fünfklässler, aber richtig. Present progressive. да, это не пятиклассник, но правильно. Это такое время, это настоящее, которое длится определенный момент времени. И это такая формулировка, и обновитесь. Постоянно будет происходить обновление. Ни один раз, ни два раза, но каждый день снова. Аминь. И поэтому пришло время, снять старого человека. И перестань говорить, я вот такой. Ты был таким. Но сейчас настало время, облечься в нового человека. В чем заключается проблема этих предложений, я такой. Нужно быть очень осторожным с такой формулировкой. Я вот такой вот человек. Если я посмотрю на еду, я уже начинаю полнеть. Я вот такой человек. Я смотрю на япончик. И мои вёдра уже растут. И люди говорят, ну я не ем ничего. Но все равно поправляюсь. Но все равно поправляюсь. Я всегда говорю, надо послать тебя в Азию, приумножить твой ген, и тогда проблема с глобальным проблемой еды, она решена. Все люди, которые в Азии, они будут смотреть на еду, и они будут поправляться. Проблема с голодом решена. Конечно нет. Есть причина. Но почему мы не можем найти эту причину? Потому что мы говорим, ну я такой. Я вот такой утренний человек. Я вот такой утренний человек. Или я такой человек-сова. У меня день начинается в 11 утра. Я вот такой. Вы должны меня принимать таким, какой я есть. И что ты с этим делаешь? Ты берешь свой опыт из прошлого и definишь dich über deine Vergangenheit. И твое прошлое, оно владычествует над тобой. Ты твое прошлое. Если у тебя были плохие оценки в прошлом, в школе, тогда ты говоришь, я плохой ученик. Я плохо могу все делать по математике. Ну я вот такой. Или ты заговорил с девочками или с половиной девочки. И у тебя ничего не получилось. И ты говоришь, ну вот я такой, я не могу общаться с девочками. Хайратен ist wohl не so mein Ding. Наверное, жениться, это наверное не для меня. Я наверное не рожден для того, чтобы жениться. И с этими предложениями я такой. Ты постоянно живешь в своем прошлом. Ты постоянно впадаешь в определенные в определенные образы или в определенное поведение, возвращаешься к определенным поступкам. И поэтому твое сегодняшнее выглядит так, как это выглядело вчера. И я хочу вас опередить, то, что ваше завтра будет выглядеть так же, как и сегодня. Если мы будем крепко держаться за прошлое. Поэтому Павел говорит, «Я забываю прошлое». «Перестань делать так, чтобы твое прошлое владычество тобой и правило тобой. И когда Иисус познакомился с Симоном, он дал ему новое имя. Почему? Потому что Иисус хотел этим сказать. Старый Симон, его уже нет. Теперь все новое. Симон это означает, как корабль, который как камыш, который туда-сюда двигается. Это обозначает его имя. И Иисус говорит, «Ты получишь абсолютно новое имя». Раньше ты был вот такой. «Ма, habe ich Lust». «То у меня есть настроение». «Ма, habe ich keine Lust». «То у меня нет настроения». «Отто habe ich Bock». «Сегодня есть настроение». «Морг habe ich kein Bock». «А завтра нет настроения». Кlingt so wie Deutsche Bahn Mitarbeiter. Звучит немножко как работники Deutsche Bahn. «Немецкая железная дорога». И Иисус говорит, «Das ist nicht mehr dein Wesen». «И это является твоим существом». «Я даю тебе новое имя». «То у тебя теперь ты Петр, камень». «И так Иисус говорит тебе». «Я хочу дать тебе новое имя». «Das alte ist vergangen». «Все старое прошло». «Но ты должен принять это новое имя». «И deine Vergangenheit loslassen». «И оставить свое прошлое». «Как ты можешь с этим начать? Иисус sagt, wenn wir beten, dann müssen wir die Tür schließen in einem Zimmer und ganz alleine sein. Und das ist der Anfang. Denn wenn du immer die gleichen Gedanken hast, wirst du immer die gleichen Gefühle haben, und dann wirst du immer die gleichen Handlungen machen. Das ist immer die Reihenfolge. Es fängt immer im Kopf an. Deshalb fängt Veränderung an im Gebet von innen. Из Ja, habe ich letztens drüber gesprochen, von innen nach Ich habe schon gesagt, das innen nach zu Das heißt, du musst deine Gedanken des alten Menschen ablegnen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ganz einfach. Очень einfach. Du musst lernen, dich selbst zu beobachten, wo der alte Mensch immer wieder rauskommt. der alte Mensch ist wie so wie soll ich es vergleichen? сравnete das? Wie so eine ungeziefer bei dir im Keller oder so. Das kommt, also kennt ihr Ratten, Wer sammelt Ratten? Ich war übrigens beim Ordnungsamt eine Zeit lang und die haben gesagt, in einer Großstadt gibt es mehr Ratten als Menschen. ist größer Christ als Menschen. Im Durchschnitt 1,5 Ratten pro Mensch etwa. 1,5 Krise nach человека. Das heißt, in deinem drei-personen Haushalt leben so 4 bis 5 Ratten. Das Interessante ist, die siehst du nie. Ratten sind sehr scheu, die wollen nicht gesehen werden. Aber sie sind da. Aber sie sind da. Wir hatten mal welche bei uns im Keller. Die ratten habe ich nie gesehen. Ich nie gesehen. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Ich habe zerrissen kleidung. Ich habe zerrissen zerrissen kleidung. Löcher im kissen. Und in der mehlpackung war so eine ganze ecke weggefressen. Und in der mehlpackung war целый угol wygriszen. Das heißt, die ratten waren da. Das heißt, die ratten waren da. Aber ich habe sie selbst nicht gesehen. Und genauso ist der alter Mensch. Und genauso ist der alter Mensch. Der knabbert die ganze Zeit an unserem Leben. schreit. ein bisschen das gut weg. Aber du siehst ihn nicht so richtig. Aber er ist da. Und er kommt immer wieder raus. Und er immer wieder kommt. Er verschwindet ja nicht ganz. Er will immer wieder kommen. Er nicht ist einfach er will wieder kommen. Und so beobachte dich selbst, wo der alter Mensch wieder rauskommt. Где ты опять видишь, что вышел этот старый человек? Где ты опять возвращаешься к прошлому? Например, Понаблюдай за своими мыслями, о чем ты думаешь. Например, Если ты кого-то осуждаешь, Понаблюдай за собой. Где ты осуждаешь людей? Это уже начинается с малого. Посмотри, как он оделся. Как можно вообще одеть такую обувь? И рубашка не поглажена. На чего он не может причесать свои волосы? Уже что-нибудь слышал о дезодоранте? И мы постоянно обвиняем людей. И говорим, это хорошо. Это плохо. И понаблюдай за тем, где вылазит этот старый человек. Где ты до сих пор осуждаешь людей? Как можно быть таким тупым и не понимать математику? Английский язык такой простой. Почему она не может этого? Лидер моей домашней группы Все время опаздывает. Вот если бы я был лидером. Где ты осуждаешь людей? Понаблюдай за собой. Это твой старый человек, который выходит наружу. И может быть ты еще старого человека вообще не снял с себя. И ты все еще живешь в старом человеке. Это означает, что ты постоянно кого-то осуждаешь. Постоянно осудишь. Шлеще über Menschen denken. Думаешь плохо о людях. Шлеще über Menschen reden. Плохо говоришь о людях. Это означает, что старый человек еще до сих пор в тебе. Это значит, что ты живешь в крысиной норе. И настало время оттуда выйти. Аминь. Забообachte dich selbst, где старый человек еще выходит наружу. Поэтому понаблюдай за собой, где старый человек еще выходит наружу. И скажи, стоп. И скажи, что старый человек еще выходит наружу. Это старое прошло. Это старый человек. Я не хочу его больше иметь. Я не хочу иметь старого ветхого человека. Аминь. И если ты это сделаешь, и ты отречешься от старого человека, тогда придут настоящие изменения. Но если ты будешь держаться этого, никто не сможет у тебя его забрать. И в чем же заключается решение? В послании к Ефесянам написано, zieь динь нового человека. Облечься в нового человека. Да, это и есть изменение. И это и есть изменение. Это не только отложить старого человека. Сondern также облечься в нового. И некоторые верующие, они остановились где-то посередине. Они ветхого человека сняли, но не одели нового. И они полуголые остались где-то посередине. Что это означает? Мы ветхого человека сняли. Это значит, мы перестали делать плохие дела. Я больше не ругаюсь. У меня нет никаких зависимостей. Я только один раз в неделю смотрю телевизор. И всякие плохие, плохие привычки, у меня их уже нет. Но у меня нет никаких новых. Это означает, что я живу жизнью, спокойно, размеренно, хожу работать, или в школу, не делаю ничего плохого. Старого ветхого человека снял, но нового не одел. И живу в таком христианском вакууме, как такой огурчик в банке. Все вокруг хорошо, но нет роста. Потому что мы читаем то, что пишет Павел, я забываю прошлое и простираюсь вперед. И может быть, это слово для тебя, где ты говоришь, ну, старое, я уже это отпустил, но ты не простираешься вперед, ты сидишь, ты как законсервирован. Потому что ты понял, что прошлое это плохо, но действительно иметь какое-то новое будущее, и Павел пишет, что речь идет о небесном призвании. Это означает, этого недостаточно, оставить прошлое сзади себя. Да, ты должен следовать призвану, ты должен идти до вверх, тебя нужно двигаться вперед, тебе нужно отзываться, нужно простираться, и отзываться, а простираться, ты можешь тогда, когда ты одеваешь нового человека. Мы молимся часто и говорим, Иисус, возьми мои грехи, возьми все плохое от меня, возьми мои долги, мои какие-то налоговые, что нужно оплатить, можешь это все забрать, но все, что мне принадлежит, мое наследство, я это лучше оставлю при себе. Это я тебе не отдам. Ты, Иисус, возьми только вот этот мусор, а все, что нравится мне, это я оставлю при себе. Но старого человека я уже его снял, но нового одевать я не хочу. Потому что он же должен жить по призванию, но я хочу жить по своей воле. Но это не путь, который предназначил для нас Бог. Бог хочет, чтобы мы одевали нового человека вновь и вновь. И здесь написано то, что это происходит обновление постоянно. И вопрос в том, куда? В какую сторону происходит это обновление? Есть такой старый мультик про Винни-Пуха. Это, glaube я, американский Винни-Пух. Мне кажется, это американский Винни-Пух. И поросенок и тигр бегут по лесу. И тигр берет этого поросенка за руку, и они бегут. И поросенок спрашивает тигр, куда мы бежим? И тигр говорит, я не знаю, но мы скротим путь. И так мы люди. Не знаем, куда мы бежим. Но самое главное, быстрее. Забираться быстрее по лестнице, но не знать вообще, где эта лестница стоит, у какой стены. И поэтому мы должны понимать, где хочет видеть нас Бог. В какую сторону или куда Бог хочет обновить нас. И в понимании, в послании Колоссянам написано. В Колоссянам 3 в 10 стихе и облёгшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. по образу создавшего его. Это значит, где Бог хочет видеть нас. И он хочет, чтобы мы достигали этого образа, этого подобия. И кто наш пример, чтобы достичь этого? Это Христос. Поэтому, новый человек он постоянно стремится, Христус, похожим на Христа. Аминь. Скажи это своему соседу, твой новый человек постоянно хочет быть похожим на Христа. И здесь мы видим простой тест. И к Иисусу пришёл фарисей, и он спросил его, как мне попасть на небеса? Очень хороший вопрос. И что говорит Иисус? Тебе нужно быть рожденным свыше. Да, мы уже слышим и знаем это выражение. Но представьте себе, или я представляю себе, что ты приходишь к Учителю и спрашиваешь, что нужно, чтобы попасть на небеса? И он говорит, тебе нужно вернуться в утробу матери своей и снова быть рожденным. И фарисе думает, что это за ерунда? Я уже много слышал за эти годы. Но такого нет. И он спрашивает Иисуса, как мне вернуться в утробу своей матери? Я же уже большой и так далее. И знаете, маленькие дети тоже задают этот вопрос. Когда четырехлетние спрашивают, мама, как я туда поместился? Да, ты не всегда был таким большим. Раньше ты был маленький. И фарисей думает, как я должен туда поместиться? Это же все не работает. И Иисус говорит, нет, ты понимаешь, это неправильно. Тебе нужно быть рожденным свыше, в духе. И тогда ты новый человек. И вопрос, woher weiß ich das denn? Откуда я это знаю? Bin ich von neuem geboren? Rожден я свыше? Oder nicht? Или нет? Habe ich jetzt den neuen Menschen? Есть ли у меня уже новый человек? Oder nicht? Или нет? Und ich finde, es gibt einen einfachen Test. И я считаю, что есть очень простой Test. Wir haben ja gelesen, der neue Mensch, wir haben ja gelesen, der neue Mensch, wird erneuert, он становится und Christus ähnlicher zu werden. Und er ist ja gelesen, und Christus ähnlicher zu werden. Deshalb frag dich selbst, Ja, vielleicht klappt das nicht immer. Ja, wir haben es noch nicht erreicht, so wie Paulus schreibt. Wir haben es noch nicht erreicht, so wie Paulus schreibt. Aber wir wollen es. Но wir этого хотим. Seid ihr mit mir? Der neue Mensch will Christus ähnlicher werden. Потому что новый человек хочет быть похожим на Christa. Und diesen neuen Menschen müssen wir täglich anziehen. Und unser Vorbild ist Christus. Und unser пример ist Christus. Das heißt, damit du überhaupt erneuert wirst, musst du genau wissen, wie ist Christus. Was hat er gesagt? Was hat er gepredigt? Wie hat er sich verhalten? Das ist dein Vorbild. Das ist dein Vorbild. Wenn man so poster zu Hause aufgehangen hat, zu meiner Zeit waren das noch die Backstreet Boys. Ich glaube, bei den Älteren da hing immer Lenin oder so. Может быть, у старого поколения da был Lenin. Je nachdem, wer welche Musik mag. Sмотря, кто же, кто какую Musik любил. Das war das Vorbild. Das war ein Bild. Ein Bild. Das war eine Karriere. Das du dir vorhängst da vor deinen Augen. Und die Frage ist deshalb, was ist dein Vorbild? Und meine Vermutung ist, dein Vorbild ist ganz oft hier drin. Das sind ganz viele Bilder. Und wir haben das immer vor unseren Augen. Jesus hat gesagt, wenn dein Auge rein ist, dann ist dein ganzer Körper rein. Dann ist dein ganzer Körper rein. Deshalb achte darauf, was du guckst, was für Vorbilder du hast. Und was schaust du vor? Und was schaust du dir den ganzen Tag an? Na что ты смотришь целый день? Was liest du? Was hörst du? Что ты читаешь? Что ты слушаешь? Und damit du dir erneuert wirst und Christus ähnlicher wirst, musst du Christus vor deinen Augen haben. Amen. Aufmerksamkeit dem Wort Gottes schenken. Aufmerksam lesen. внимательно читать. Deshalb musst du es auch selber lesen. Und поэтому ты должен сам его читать. Ja, weil du kannst nicht jemanden bestellen. Du kannst nicht jemanden bestellen. Sag, mach jetzt Liegestütze für mich. Und sagen, вот, сделай теперь за меня отжимание. Dann stehst du daneben. Und du stehst рядом und считаешь. So, und dann hast du, hat er 100 gemacht. Und er сделал 100 штук. Dann gibst du ihm 100 Euro. Du daешь ему 100 Euro. Und dann guckst du so, ja, wir sind die Fortschritte. Ja, wie успехи. Es kann niemand für dich Liegestütze machen. Никто не может за тебя сделать отжимание. Musst du selber machen. Du musst это делать сам. Ja, und lesen ist wie Training fürs Gehirn. Es ist eine sehr anstrengende Übung für unser Gehirn. Es ist eine anstrengende Übung für unser Gehirn. Und alle Schüler sagen Amen. Und alle Schüler sagen Amen. Weil du ganz viele Buchstaben musst du zu Worten zusammensetzen. Потому что очень много Buch нужно составить в слова. Aus Worten machst du Sätze. Aus Sätzen entstehen Absätze. Und diese Absätze musst du in einen Zusammenhang stellen. Und das ist für dein Gehirn ganz viele Prozesse, die gleichzeitig laufen. Aber es ist kein Zufall, dass Gottes Wort auf Papier geschrieben ist. Und damit wir lesen, mit unserer ganzen Aufmerksamkeit dabei sind. wirst du auch erneuert. Dann hast du dieses Bild vor dir von Christus. Ja, und viele bauen ihren Glauben auf Halbwahrheiten auf. Aber многие строят свою веру на каких-то полуправдах или полunеправдах. was gesungen wird im Low Prize oder christliche T-Shirts. Du musst aber genau wissen, wie Christus ist, was sein Charakter ist, um ihm ähnlicher zu werden. Amen. So, wie machen wir das jetzt? Wie verändern wir uns? Wie werden wir erneuert? Wie legen wir den alten Menschen ab? ziehen den neuen Menschen an? die neuen Menschen In Epheser 4.25 lesen wir Epheser 4.22 Darum legt die lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. At lüge prägen образ жизни Vertra человека. Nein, Epheser 4.25 Ah, ok. Epheser 4.25 25 стих Посему отвергнув ложь говорите истину каждой ближнему своему. Ja, davor schreibt Paulus den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen, потому что до этого Paul говорит то, что старого ветхого человека мы должны снять, а нового одеть. Und dann sieht er so eine Art Fazit darum, он подводит итог darum потому ja, deshalb dieses wort darum и поэтому это слово посему он до этого все объясняет и тут он говорит это слово посему посему отвергнув ложь говорите истину и это первый шаг чтобы вы записали первый шаг всякое изменение это правда каждое изменение начинается с правды если нет правды нет изменения было такое шоу я не знаю есть ли оно сейчас оно называлось как такие скрытые те которые пробуют еду и снимали людей это были люди которые были лишний вес и они говорили я не знаю откуда это у меня им нужно было примерно сказать сколько калорий они потребляют в день и килокалорий и они говорят 1700 может быть килокалорий там сидят люди которые весят больше 100 килограмм и они говорят что они едят только 1700 калорий и среднее количество калорий потребления для человека для мужчины и они устанавливают И они устанавливают везде скрытые камеры. И один детектив, он следует им по пятам и получается наблюдает за ними. Целую неделю. С утра до вечера. И на кухне такая скрытая камера. И они наблюдают за людьми. И вдруг выясняются. Они садятся за руль. Открывают там какую-то полочку. Snickers. И поехали. И поехали. На работе много поели. Потом по пути домой снова заехали в Макдональдс. И по пути туда съели еще один Snickers. И заходи туда съели еще один Snickers. И они все сладости. И они все снимались целую неделю. И в конце недели это было показано людям. И люди были в шоке. И они сказали. Я даже не могу вспомнить, что я это ел. Это был не я. Потому что они уже этого не замечают. Но что произошло потом? Люди увидели правду о самих себе. И с правды начинается изменение. И также ты должен посмотреть внутрь себя. и узнать правду о себе. И нужно также подтвердить эту правду. Увидеть ее. И ты должен сказать эту правду. И только тогда начнутся изменения. И Библия говорит, кто признается в грехах своих. И от тех, которые эти грехи заберутся. Кто прячет свои грехи, тот и останется с ними. И поэтому изменения начинаются с правды. И тебе нужно признаться. Да, это мое старое я. Да, я это делал. Мы это видим у блудного сына, когда он возвращается к отцу. Первое, что он делает, это, где он признается. Да, я имею в виду против тебя и в небе. Он признается в грехах против своего отца и против небес. Он ничего не прячет. Он говорит правду. Да, он говорит все. Он все говорит. И это всегда первый шаг к изменению. Правда. И если ты годами борешься с одними и теми же проблемами, тогда первый шаг это признаться в этом и сказать это. Но если ты и дальше будешь скрывать, ты будешь и следующие годы бороться с этим. Ну, да, Иисус говорит, и вы увидите правду. И эта правда сделает вас свободными. Аминь. Второй пункт к изменениям. Когда мы проговорили эту правду, когда мы признались, второй шаг начать двигаться в сторону Христа, простираться, стремиться к этому, узнать, каков Христос, каков новый человек, каким хочет видеть меня Бог, не только оставить прошлое, но также поставить себе цель, к чему тебя призвал Бог. И для этого тебе нужно смотреть на Христа. Д.е. все, что ты смотришь целый день, эти вещи убрать и начать смотреть на Христа. Аминь. Аминь. И тогда начнутся настоящие изменения. И тогда ты можешь сказать, я оставляю прошлое и простираюсь вперед к новому. Аминь. Ласши нас вместе aufstehen и закроем свои глаза и вместе помолимся. Возьми это время для себя, чтобы помолиться и чтобы понаблюдать за самим собой, чтобы быть честным с самим собой. Анализируй kurz dein Leben. Проанализируй свою жизнь. Какая у тебя проблема есть годами. Hast ты Сында, с которым ты борешься с которыми ты борешься годами и ты не можешь это оставить. И старый человек, старая Натура, держит тебя. И ты не можешь ее снять. Анализируй dich selbst. Проанализируй самого себя. Sei ehrlich zu dir. Будь честен. Потому что всякое изменение beginит с правды. Оно начинается с правды. И, Heiliger Geist, я прошу тебя, чтобы ты прикасался к каждому сердцу и обновлял его. Чтобы ты давал покаяние. Чтобы ты показывал явно грех. И, Heiliger Geist, чтобы свободу могла прийти. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы ты сделал действие и обновление. Чтобы человек из нового родился свыше. Никакими человеческими силами. Но твоей силой, Дух Святой, сделай все новым. Давайте вместе помолимся. Вы можете повторять за мной. Himmlischer Vater, небесный Отец, я прихожу к тебе и я ничего не прячу. Я открыт и честен. Я открыт и честен. Вот я. И я прошу тебя, сделай все новым. Я хочу забыть прошлое. Я хочу снять старого человека и надеть нового. Я прошу тебя, Дух Святой, сделай все новым. обнови мое сердце, чтобы я полностью был твой. В Име Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь.